О железном занавесе в виде виз, без виз и других следствий этих решений продолжим разговор с Андреем Шипиловым. Он наш коллега, журналист, он и политэмигрант, он хорошо знает также, что такое был железный занавес в те далекие времена еще холодной войны. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Так что, по-настоящему вот этот вариант лишения российских граждан права использовать шенгенские визы, аннулировать те, которые сейчас в очередях выстаивают, либо вообще запретить с ними въезд в свою страну, это и есть железный занавес или еще нет? Нет вообще никакой темы для обсуждения. Весь вот этот войн на болотах, который стоит вокруг этого вброса, иначе я сказать не могу, потому что там нет никакой информационной составляющей, он был сделан исключительно для того, чтобы замерить реакцию публики со всех сторон, посмотреть, как будут реагировать. И не более того, я не подопытное животное, и я не хочу, чтобы никто смотрел, как я реагирую. Скажу просто, что тут нет никакой темы для обсуждения вообще. Что, Андрей, вот вы говорите вброс, и сразу вспоминаю, что фактически балтийские государства, финны тоже в этом движении, плюс Чехия, они уже фактически от решения как бы вводят в практику. Давайте это скажем так, речь не идет о запрете выдачи виз, речь не идет об отказе выдачи виз, речь идет только об изменении условий выдачи виз и визового режима. Это происходило на протяжении истории огромное количество раз. Вот все ссылаются на, допустим, высказывание Зеленского, вот вы лично слышали это высказывание или только его пересказ? Не, я слышал и первый раз, когда он обращался, а потом было уточнение. Через двое суток президент Украины как бы уточнил, что он не имел ввиду всех, в том числе... Вы послушали к ним? Да, да, да. И то, что сейчас обсуждается? Нет, я сейчас уже обсуждаю то, о чем как бы говорят, судачат, начиная от федеральных каналов, заканчивая в пабликах, в телеграме, в соцсетях, ай-яй-яй, и как россияне голосуют ногами, вы знаете, да? То есть очень много заявлений на выдачу по быстрой процедуре заграничных паспортов. Уже за деньги можно купить место в очереди на получение шенгенской визы. Как бы впрок хотят запастись, ну, как солью и другими продуктами. То есть это как эту всю штуку воспринимает гражданин. Вот поэтому я и спрашиваю, для этих граждан, которые так реагируют на всю эту историю, они ее воспринимают как страна закрывается? Да, вот именно с этой целью этот вопрос был сделан, чтобы посмотреть на реакцию граждан. Напугает, не напугает. Как отреагируют с этой стороны, как с той, как отреагируют власти России, как отреагируют рядовые российские граждане, как отреагируют эмигрантская тусовка, как отреагируют и так далее. Просто чтобы посмотреть реакцию, не более того. Уверяю вас, что каких-то там вот высылок и так далее, ну, нет там предмета для обсуждения вообще. Чисто из него то, что мы в своей информационной среде называем измерительный брос. Чисто посмотреть реакцию и не более того. И любой, кто обсуждает, в общем-то, он, ну вот, нет темы для обсуждения. Хорошо, тогда вот давайте посмотрим на это измерение с другой стороны. Вот очень интересный материал. Люди бегут от режима. Число мигрантов из России в Израиле подскочило до уровня развала СССР. И это статистика, и об этом пишет The Moscow Times. Они как бы смотрят официальные цифры. То есть люди бегут от войны, либо люди бегут от режима, либо люди бегут, потому что напугались, что будет железный занавес и уже не успеешь удрать. Какой из этих вариантов? Люди бегут от жизненных трудностей в основном, вот так я скажу. Которые все не дураки, все понимают, что в России дальше будет только хуже, хуже, хуже и хуже, и хуже до бесконечности возможных. И все бегут от этих грядущих трудностей. Бегут и противники Путина, бегут и сторонники Путина. Тут, собственно говоря, оценивать с этой точки зрения тех, кто бежит, не стоит. Например, те, кто бежит в Израиль, вы знаете, что в русской тусовке, в русской язычной среде Израиля процент поддержки Путина его политики просто зашкаливает. Бегут, да. Я поддерживаю Путина, но я убегу в Израиль и буду его поддерживать издалека. Ну а что, люди действуют так, как их начальники. Вот я ненавижу пиндосов, но мои дети с американским паспортом, говорит заместитель министра обороны Российской Федерации. Люди действуют так же. Я люблю Путина, но буду поддерживать его войну, но под пальмой поедая финики. Это тоже касается Европы. Вообще, вот как вы отличите того, кто поддерживает Путина от того, кто за Путина? Вот, например, я приводил пример на другом канале, а может даже на вашем канале. Вот у меня есть знакомый. Если посмотреть его Facebook, его Twitter, там сплошная антипутинская риторика, я против войны и так далее. Но при этом весь его бизнес состоит в том, чтобы помогать западным компаниям обходить антироссийские санкции. Он на этом делает неплохие деньги. Он за Путина или против Путина? Вот вопрос. Он всегда может показать свой Twitter и сказать, что вот посмотрите, я против Путина. Насколько украинцев погибло благодаря его действиям? Извините, это уже никакая риторика не покроет. Хорошо, давайте на несколько секунд перенесемся на улицы очень мирного и фактически нейтральной страны. Цюрик, Швейцария, да? Это к вашему примеру. Вот свежее видео, когда на студентов с Украины напали такие же молодые люди, но из России и из Беларуси. Думаете, что они подрались там за пиво или за девушку? Нет, посмотрите. Сейчас! Мы звали в полицию! И это только часть этой драки, Андрей, вот просто, ну а как вот решать вот такие моменты, когда фактически на улице Европы переносится вот это следствие этой войны, вот если не визовым путем, как вообще такие вот вещи решать? В строгом соответствии с законом. То, что мы видели, это явные уголовные преступления, явные уголовные нарушения, и швейцарские власти должны, наверное, будут действовать соответственно. Могу сказать, как было у нас на Типре. У нас тоже резко начались конфликты, но буквально в течение недели-двух очень горячие головы оказались на Цугундере, посидели, и все. Сейчас на Типре мир тишина. Можно сказать, что благодать, конфликт все равно тлеет, но вот такого не доходит. Полиция просто строго, целенаправленно следит, чтобы даже такого не было. Хорошо, но визовым способом можно это как-то укрепить или как бы эту селекцию провести? Я почему спрашиваю из свежего, когда российского журналиста Ярослава Вареника, вот его не пустили из России после того, как он в Эстонии уже как бы все порешал, даже там бронь через букинг российской карточкой расплатился. То же самое было накануне этой истории, это когда прошлую неделю из Эстонии выслали журналистов известий. Они приехали туда как туристы. Но мы же понимаем, чем занимается известие во время этой войны, как в принципе начиная с 17-го года. Вы в слове пропагандист делаете множество ошибок, так что на выходе получается слово журналист. Давайте понимать, что это не журналисты, это пропагандисты, это солдаты информационного фронта, которые сейчас воюют против Украины. И поэтому он должен сказать спасибо, что его не посадили, а всего лишь отправили назад. Хорошо, но я имею ввиду, я почему привел эти примеры, потому что это в Эстонии власти понимают, что это никакие не журналисты, а это люди, которые несут информационную угрозу. Надо как бы защитить свое информационное пространство, поэтому мы им отказываем во въезде и в визах. Но вы же сами сказали, что трудно на глаз отличить путиниста невозможно. Тогда вот здесь визой четко можно отрубить любого вареника, любого пропагандиста из известия, отрубить от другого туриста. А как эту сегрегацию как бы продолжить, чтобы это не был тотальный железный занавес, а было как бы вот все по справедливости. А кому что-то не понравилось на улице, потом будет закон работать. Сейчас на этот ответ вам никто не ответит, потому что механизма просто не существует. Он, видимо, будет разрабатываться, возможно, с кровью, с кучей ошибок, с перегибами, с несправедливостью. Но такой механизм рано или поздно появится, насколько быстро или нет, я не знаю. Да, но вот смотрите, вы, наверное, выехали абсолютно без проблем, когда решили покинуть Российскую Федерацию. Вот кто-то решит, скажем так, после 18 числа, у него уже будут проблемы. Они и раньше начались, в связи с санкциями, как бы воздушное пространство напрямую закрыто. В Европу так прямо не полетишь, не все страны как бы открыты, а ехать по земле, это надо через те страны, которые уже решили не пускать, не давать визы. Вот страна закрывается или просто усложняется логистика? Всегда можно уехать, как говорится, в Дубайскую Народную Республику, а потом куда денег хватит? Ну, скажем так, пока что на данный момент путинскому режиму, будем называть его так, выгодно, чтобы не согласные, чтобы люди с протестными настроениями покидали страну и уезжали. Вот пока у них там будет такая позиция, что пусть они катятся отсюда, выехать всегда будет. Так или иначе, если не в Цюрих, то в Ереван, в Доминикану всегда будет куда выехать. Понятно. Но как только вот со стороны Путина позиции переменятся и скажут, а давайте закроем, да, они закроют и все будет как пресс-серли жестче. Вот, вот то, что мы и говорили. Есть два варианта железного занавеса. Это, как говорится, можно поставить его вовне, внешне закрыть страну, а можно из середины. Внешне это, как вы сказали, информационный вброс, хорошая дискуссия, горячая пища для федеральных каналов, но никто не закрыл по внешнему периметру Российскую Федерацию, вот так жестко. А при каких обстоятельствах может быть, чтобы кремлевский режим закрыл страну из середины на выезд? Ну, как во времена Сталина. Что должно случиться? Ну, очень сложно, да и даже невозможно обсуждать логику поведения сумасшедшего. Поскольку в лице Кремля мы имеем в виду неадекватного абсолютно, абсолютное существо, страдающее шизофренией, то предсказывать его действия невозможно. Там нет никакой рациональности. То есть она есть, своеобразная рациональность, но вот эти вот скачки непредсказуемости, они имеют место, и поэтому предсказывать ничего нельзя. Ну, по-моему, закрыть страну из середины очень просто, поскольку погранцы, это часть ФСБ, это, как говорится, один щелчок пальца в Кремле, дал команду никого не пущать, и все, и закрылось, да? Я правильно представляю механизм? Для этого даже конституцию не надо менять. Сейчас в конституции любой гражданин России имеет право беспрепятственно ее покидать, но если Путин скажет не пущать, пущать не будут, несмотря на конституцию. Вот еще несколько моментов хотел с вами поговорить, немножко более, может, интересные, может, веселее. Вот улучшается дружба с севернокорейскими друзьями, с Ким Чен Ыном, и поздравления, и не только, и официальное обращение, кроме поздравлений, более крутое сотрудничество должно быть между Северной Кореей и Россией, вот что пожелал Путин. Но когда-то кто-то шутил, что режим скатывается в диктатуру, похожую, подсанкционную, изоляционную, как Северная Корея. Но, а тут вот о дружбе заговорили, вот это что, реальные партнеры кремлевского режима теперь? Даже Сербия уже убегает, видите, да? А вот что, Иран и Северная Корея, это геополитические... Это бродвейское шоу, просто бродвейское шоу, и на внутреннюю, отчасти на внешнюю публику. Иран, Иран, я не думаю, чтобы Иран совсем стал союзником Российской Федерации. Он будет союзником, пока ему выгодно. Вот когда Российской Федерации скажет, станет совсем плохо, ведь Иран отряхнет руки и скажет, а я тут ни при чем. Ну, Северная Корея, да, может быть. Но это понимаете, ну, да, вот вы вышли там, сказали, что я дружу Северной Кореей. Это именно вы сказали, я дружу Северной Кореей. Потому что, ну, если вот чисто экономически, политически, ну, какой там может быть предмет такой дружбы? Я не знаю, поэтому я удивился. Поэтому вот именно это, вы понимаете, что там, опять, нет предмета для обсуждения, нет предмета для какого-то, нет, и вообще нет содержания какого-то осмысленного. Есть содержание, смотрите, если режим дружит с иранскими шейхами, он заказывает тысячу боевых дронов. Вот, вам и предмет. Тысячу боевых дронов плюс программа обучения российской армии ими управлять. Эти тысячи дронов не существует даже на бумаге. Их нет физически и нет физической возможности их поставить. А даже если была бы, то Иран бы все равно их не поставил бы, потому что они ему самому намного нужнее, чем Российская Федерация. То есть это тоже часть информационной войны, когда говорят о таком экономическом? Да, это просто красивое шоу. Может быть там один-два этих дрона и обнаружат где-нибудь, причем обязательно с битами обнаружат, чтобы все видели, что вот у нас есть иранские дроны. Но реально никаких дронов иранских в войне применяться не будет. Хорошо, вот смотрите, мы говорим о том, что как бы меняется наполнение геополитической дружбы России в связи с войной. На Питерском экономическом форуме все обратили внимание на то, что представители террористической организации «Талибан» приехали как почетные гости. Теперь вот «Талибан» просит миллион баррелей нефти, говорит, что по бартеру что-то даст Кремлю. Но это вот это же измерение. Ну и еще измерение. Вот «Талибан» заявил, что на его территории будет приниматься российская карта «Мир». Вот. А теперь скажите, сколько этих российских карт «Мир» на весь «Талибан»? Половинка или четвертинка? Это слова. Слова и ничего кроме слов. Да, но есть измерение как бы вот этой изоляции, ощутимая в продуктах. В продуктах. Сначала в продуктах роскоши. Вот говорят, хороший гаджет, наушники уже заканчиваются. Бухло элитное к осени пропадет, да. Вот. И есть вариант, вот самое как бы популярное, как нам говорят, «Лада Веста». Можно ее купить. Боже, даже купить ее за деньги, так называемые, убитого сына, как гробовые. Но вот посмотрите, это в ценах. «Лада Веста» это столько же, сколько «Ауди А5 Спортбэк» стоит в Германии. Вот это измерение. Если бы все эти деньги были бы у российской федерации, у граждан российской федерации, и они бы сейчас бросили покупать «Лада Веста», они бы с удивлением бы обнаружили, что они не могут их купить. Опять, что вы видите, это мультфильм. Это красивая картинка для внутреннего рынка. И все. Хорошо. То есть вы, как политэмигрант, говорите, что никакого ощущения закрытости страны еще нет. Потому что что такое было ощущение железного занавеса? Это когда мы слушали голоса, свободные голоса. Помните приемники ВЭФ? И все там пробовали что-то, какие-то глушилки, какие-то радиостанции слушать, чтобы узнать, что же в стране. По-моему, такого синдрома узнать, что же в стране, пока мы не обнаружили. Или он уже начинается? Знаете, тут очень сложно сказать, потому что, ну опять-таки, сложно предсказывать поведение сумасшедших людей. Они сумасшедшие. У меня такое ощущение, что мы вообще раскочим состояние Северной Кореи и улетим туда дальше куда-то, ну не мы, Россия, и улетит дальше куда-то туда, в какие-то неведомые человечества дали, которых еще никогда на Земле не происходило. Потому что то, что происходит, это не просто за рамками здравого смысла, это вообще лишено какой-то элементарной математической рациональности. Вот когда тот же самый Ким Чен Ын, при всей его диктаторской сущности, при всей его бесчеловечности, его режима, там есть понятный математический расчет, там есть логика, с какой целью, что делается, какая от этого выгода. Здесь нет ничего, ни логики, ни рациональности, ни даже понимания выгоды. Потому что многие вещи, которые делаются, они очевидны просто вот математически, финансово, политически невыгодно. Они все равно делают, просто потому что Путину так нравится, какой-то чисто такой пацанский тюремный гонор, вот ради этого гонора это делается. Андрей, а можете конкретизировать и объяснить, как так? Пока еще нет вот этого тотально закрытой страны периода Холодной войны, пока еще нет вот этого железного занавеса, вот этой, как бы, еще это все, вы говорите, медийное шоу, пока вот эти все дружба с Северной Кореей. И вдруг вы говорите, что Россия проскочит этап Северной Кореи и пойдет дальше. Конкретизируйте это, как так? Если предпосылок... Если речь идет именно об этих визовых вещах и закрытости границ, то из советского опыта они все-таки вынесли одну вещь, что лучше открывать границы для тех, кто хочет уехать, чем совсем их закрывать. Поскольку методически у них старые советские, и еще есть, как бы, люди, которые застали, работали в советские времена во всех этих ФСБ, точнее, КГБ и прочих делах, вот сейчас у них все-таки такая вот тенденция, что если хочешь уехать, уезжай, мы тебя выпустим, только нам тут воду не мыть, и извините, ты будешь безопасен. Но конкретизируйте, почему вы вчитаете, что Россия пробежит даже стадию закрытой страны-изгоя Северной Кореи? Где вы видите эти предпосылки, что пойдет еще дальше? Потому что Корея в своем падении вниз, она остановилась. Вот именно есть такой рациональный уровень. Вот дальше падать уже нерационально. Вот мы здесь остановимся, будем здесь балансировать, потому что если мы пойдем дальше, ну, принцип, это будет нерационально. Вот в России сейчас нет этого, этих ограничивающих барьеров рациональности. То, что Россия делает нерационально, то, что делает Северная Корея, то, что делает Иран, даже то, что делает Венесуэла, там присутствует элемент рациональности какого-то резвого расчета. Вот в России этого нет, там нет никаких границ, нет никаких барьеров. Поэтому я думаю, что падая вниз, она не наткнется вот на этот упор рациональности, а просто полетит дальше куда-то туда. Ну, чтобы подвести черту об этой всей долгоиграющей дискуссии с отключением шенгенских виз как возможности для российских граждан, а для некоторых стран даже аннулирования прежде выданных и закрытия границ, чтобы подвести черту, как бы, итогу. Вот не лучше ли было начинать дискуссии, что давайте мы рационализируем вот эту утечку, сначала было денег, физлиц, а потом и самих физлиц, которые имеют мозги, умение работать, вот как бы вариант, давайте ударим по режиму кремлевскому таким способом, что мы лучших айтишников, лучших экономистов, всех как бы программой втянем наоборот, на укрепление своей экономики. Либо Эстонии, либо Португалии. Но этого мы не слышим, такой дискуссии. А наоборот, потирают руки кремлевские пропагандисты. Ура, нам сейчас еще правильно поднажать информационно, нами сейчас назад вернут и людей, и их бабки, и их мозги. Я скажу так, что лучшие уже уехали. Либо уехали, либо сидят. Те, что остались, но я никого не хочу обидеть, но остались не лучшие. Есть какое-то небольшое количество лучших, но они уже до такой степени повязаны с режимом, им очень хорошо, и их использовать уже никак нельзя в ином качестве, чем в качестве слуха режима. Поэтому я, собственно говоря, не очень понимаю вопрос. Я сказал раньше, что нет механизма пока что. Не существует, он еще не разработан механизм вытаскивания тех людей из России, кто достоин быть вытащенным. Я не знаю, озаботились они о создании этого механизма или нет. Для этого должна очень сильно поменяться и политическая ситуация, прийти другие политики. Кстати, я не исключаю возможности, что и в России другие политики придут. Я думаю, что, возможно, даже идеальным выходом было бы принять какой-то переворот в России, когда к власти пришли бы какие-то очень злые, очень жесткие люди, но поставили западовые условия, что давайте мы не лезем за пределы страны, вообще ничего-то вам не мешаем, даже, образно говоря, там, всякие террористические движения в мире больше не кормим. Но вы не вмешивайтесь в то, что мы будем делать внутри страны, отдайте нам на отдых. Вот как сейчас в Северной Корее. Я такой вариант вполне вижу. Я думаю, что если это случится, то Запад вздохнет с облегчением, скажет, да ладно, умаритесь эти 146 миллионов голодом, только к нам не везти. Я думаю, возможно, это делается ради вот этого. Да, но это и будет режим нового железного занавеса, но по-свежему. Хорошо, тогда мы уже должны прощаться на очень интересной ноте. Андрей Шипилов, журналист, политэмигрант и человек с образным мышлением. Очень интересно. До новых встреч на канале Утро Февраля. Спасибо вам.